Приветствую вас и соревновательный элемент воникает еще на уровне детства, когда маленькие люди начинают играть. Их игра – это нечто иное, как первичное проявление созгибательства. Так, через игру, через стремление быть лучшим, детям на первых порах прививают упорство, целеустремленность, усыщенность и прочее. На этой же почве организуются конкурсы, которые призваны опять-таки простимулировать людей на то, чтобы они чего-то добились, чего-то достигли, что-то смогли. Без соревновательного эффекта, без сопоставления себя с другими, по сути, в социальной среде, как социальному индивиду, добиться чего-то практически не возможно. Без соревновательного эффекта, без соревновательного элемента, все достижения человека, по идее, тогда определяются личностными качествами, то есть индивидуальными, индивидуально сформированными, цельными, индивидуально сформированными задачами и так далее. И, на самом деле, то, что вы пишете про литературный пример этого соревнования и все прочее, очень много есть таких примеров, и можно привести самый простой пример, который лично мне приходит на ум, это обычная дуэль. Дуэль – это, может быть, в стихотворениях это раскрывалось, да, в каких-то там еще произведениях. Дуэль. Дуэль – это когда люди, по сути дела, тоже устраивают соревнования. Конечно, это смертельное соревнование, но стимулирует их на это всегда соперничество, всегда как какой-то вот элемент состязания, хотя там еще и есть как бы элемент вражды. Через это каждый из них показывает, чего он стоит, чего он может, – значит, что касается вашего вопроса, когда происходят кризисы. Ну, смотрите, у нас сейчас в школе – это образовательный элемент, в университете – это тоже образовательный элемент. На работе – это, как правило, карьерная гонка. То есть, в принципе, кризис вот такого вот подхода начинается тогда, когда приостанавливается состязательный элемент, приостанавливается деятельность человека. Это может быть у кого-то после проигрыша, такого крупного проигрыша. У кого-то это может быть, когда человек просто теряет состязательный эффект, ему не надо никому ничего доказывать и так далее. и, отвечая на ваш вопрос, почему человек соревнуется, ну, можно сказать, что каждый по-разному. Значит, у кого-то это стремление быть лучшим, просто быть лучшим. То есть, у человека есть все, он самоуверен, самодостаточен, но вот у него есть желание в чем-то быть лучшим. Человек выбирает стезю, сферу и становится лучшим в том, что соответствует его способностям. То есть, вы знаете, например, начальник какой-нибудь, то человек чувствует, что вот этого он добился, в этом он лучше, и это выше его возможностей ему уже не приятно. То есть, это просто банальное желание быть лучше, развиваться, стремиться к вершим. Это первое. Второе. Ну и второе, наверное, это стремление доказать себе, что, как бы, доказать себе, что ты чего-то стоишь. Пожалуй, это стремление, оно сопряжено с неуверенностью в себе. Как? Почему? Потому что доказывать себе, что ты лучше, в принципе, не нужно. Человек, которого, ну, любили, которого ценили, уважали, он и так считает, что он уже в силу своего существования уже лучше. Ему нужно просто это проявить. Соответственно, доказывать никому ничего не нужно. Если говорить о спорте, то о спорте, ну, в спорте все понятно. Человек приходит в спорт, он занимается, если профессиональным спортом, то ему нравится сам процесс. И опять же, здесь такой момент, когда человек выкладывается на максимум в том или ином виде спорта, для чего? Чтобы показать себе и чтобы просто прочувствовать свои возможности. что я могу? Дальше. Объезжаю на ваш вопрос. Последнего типа, что делать, если это произошло на этапе после этого, как попал в новую среду и случился кризис. Видите ли, кризис в новой среде. Понимаете, если вы привыкли соревноваться, то, наверное, привыкли к тому, что у вас есть какой-то исходный место. КПНВ вы поднимали. Если вы оказались ниже этого места, то, соответственно, надеяться на то, что у вас получится достичь того, чего вы хотите, к чему вы привыкли и так далее, ну, она падает, примитивно падает. И ваши ожидания от того, что вы делаете, они существенно завышены оказываются. Значит, в этой ситуации вам необходимо здраво пересмыслить свои способности и, исходя из них, занять то место, которое вы можете занять соответственно своим возможностям. И все. На большее пока не претендовать. Хотя у вас есть какие-то возможности, вы соответствуете на большее место занять. Все. А дальше вы стараетесь развиваться на основе вот этого. Старайтесь новую вершину достичь. Но при этом важно, чтобы ни с кем вы себя не сравнивали, а делали это для того, чтобы, ну, просто от вам хочется. Если не хочется, то соревноваться вы всегда будете для других. Не для себя, а для других. И пустота, она будет с вами вечно. Потому что, если вы делаете что-то не для себя, а для других, то это значит, что вы все время зависите от этого мнения других. А поскольку мнение других постоянно меняется, то получается, что у вас нет ничего своего. Раз у вас нет ничего своего, значит получается, что время от времени, периодически вы будете испытывать вот эту самую пустоту. Чтобы ее не было, заниматься нужно тем, еще раз повторю, что нравится лично вам. Тут, конечно, нужно подробности про вас скорее, но в действительности, по факту, думаю, ответ на вопрос будет именно такой. Ну, если у вас действительно диагноз депрессия, то необходимо проходить соответствующее лечение полностью, в том числе и психологическое для устранения глубинных негативных установок, которые привели к такому вот вашему состоянию. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен.